Во вторник ВОЗ придаст гласности полный текст доклада о происхождении коронавируса, первые официальные заражения которым были зарегистрированы в Ухане в декабре 2019 года. Те выдержки, с которыми ознакомились медиа, свидетельствуют, что гипотеза об искусственном происхождении вируса была специалистами отодвинута на второй план. В корреспонденции о США и этот пресс из Женевы подчеркивается, что установленные факты проливают мало света на то, как вирус в принципе начал циркулировать. Также указывается, что на ряд важных вопросов ответ так и не дается. Есть информация, что в качестве основной гипотезы рассматривается занос, когда патоген, перешедший от определенного вида животного, чаще всего позвоночного, вызывает заболевание уже у Homo sapiens, после чего первые инфицированные заражают других людей. В качестве животного эксперты ВОЗ и китайские специалисты называют норку, панголинов, кроликов и хорьковых барсуков. В момент первой волны пандемии ряд влиятельных микробиологов, в частности лауреат Нобелевской премии профессор Монтанье, утверждали, что вирус создан искусственно и даже высказывали гипотезы, почему потребовалось его создание. ВОЗ это предположение комментирует так. Мы знакомимся с полным текстом доклада, затем мы проведем обсуждение, так сказать, переварим изложенные в нем выводы, следующий этап дискуссии с членами нашей организации. Но я повторю, что нет одной гипотезы, мы пока не отказываемся, и дальнейшие изыскания будут продолжены. В докладе, как отмечается, содержатся сведения, которые могут свидетельствовать в пользу версии о том, что SARS-CoV-2 вышел за пределы вирусологической лаборатории в Ухане, но с другой стороны, оценивая вероятность такого развития события, эксперты ВОЗ говорят, что она не слишком высока.